Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из России. Россия расширяет авиасообщение с Грецией и полностью восстанавливает с Кипром. Оперативный штаб также увеличивает квоты по Шри-Ланке, Венгрии и Германии. Татьяна Голикова провела очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории России. Итогом стало решение об увеличении с 21 февраля 2022 года регулярных рейсов в ряд стран, а также полное восстановление авиасообщения с Кипром. В частности, Россия увеличивает число рейсов по маршруту Москва-Будапешт с 7 до 14 рейсов в неделю. По маршруту Санкт-Петербург-Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю. Квоты на рейсы из Москвы в Коломбо на Шри-Ланку будут увеличены в два раза и составят четыре раза в неделю на взаимной основе. Также принято решение об увеличении числа регулярных рейсов в Германию из Калининграда, в Берлин с 2 до 6 рейсов в неделю и в Дюссельдорф до 5 рейсов в неделю. Самым важным стало решение об увеличении с 1 марта числа регулярных рейсов в Грецию на взаимной основе. Полеты Москва-Корфу увеличены с 4 до 7 рейсов в неделю, а Москва-Миконос до 4 рейсов в неделю. Кроме того, появятся рейсы по маршрутам Санкт-Петербург-Афины, Санкт-Петербург-Салоники, Жуковский-Ироклеон и Екатеринбург-Ироклеон с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте на взаимной основе. Помимо всего этого, с 1 марта снимаются все ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, пункты на территории Кипра. Также с 21 февраля разрешается возобновление международных полетов из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана по открытым направлениям. С частотой, определенная для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований, отмечается в заявлении Оперштаба. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.